Единая Россия взяла больше половины мандатов во всех территориях, где в эти выходные проходили муниципальные выборы. Сегодня финальные итоги представила избирательная комиссия Пермского края. Тему продолжит Рустам Багизов. 250 мандатов получат представители правящей партии по итогам прошедших муниципальных выборов в 20 территориях региона. В пять раз меньше достанутся самовыдвиженцам. На третьей позиции коммунисты. 19 мандатов. Финальное распределение, по данным избиркома, Единая Россия набирает более 73% голосов. Самовыдвиженцы более 14% КПРФ, чуть более 5,5%, но и менее 5% Справедливая Россия и ЛДПР. Аналогичная статистика касается любых разрезов. То есть, если мы берем, например, объединенные территории 12, то статистика по распределению мандатов примерно такая же в процентном соотношении. То есть, независимо от территории. Конечно, есть территории, где результаты лучше, есть территории у тех или иных партий или самовыдвиженцев, есть территории, где результаты хуже. Но в целом картина в разрезе всех муниципалитетов, она вот таким образом выстроена. При этом в избиркоме подчеркивают, нет ни одной территории, где партия власти набрала бы менее 50%, но и 100% единорусы также не взяли ни в одном из муниципалитетов. Накануне в Прикаме работало почти 600 избирательных участков, итоговая явка составила 28,59%. В целом избирком говорит, что с 2015-го явка выросла, аж на 5%. Но в территориях многие намеренно не приходят на участки, не зная депутатов. В этом году их было больше тысячи. От избирателей я слышал, что большую часть они вообще кандидатов не знают. Что живут кандидаты в Перми, они не местные и так далее. Люди просто не знали, за кого голосовать. Ну и некоторые кандидаты даже не соизволили предоставить фотографии. И в информационных стендах были пустые места, столько лишь, как называется, с профилем темным, непонятно какого человека. Что касается нарушений на выборах, общественники рассказывали о подкупе избирателей. Информация распространялась в Чернушке и в Чусовом. Также звучали версии о подвозе на участке нетрезвых избирателей. При этом в избиркоме сегодня говорят, что официально зафиксировано порядка 10 обращений. Часть жалоб из территориальных комиссий направлены для проверки правоохранительной органы. Но большинство нарушений, и это тренд, подчеркивают в избиркоме, незаконная агитация в социальных сетях. Однако назвать эти нарушения серьезными нельзя, считают в общественной палате. О том, как прошел единый день голосования в Пермском крае, мы поговорим прямо сейчас в нашей студии. У нас в гостях Антон Маклеев, член избирательной комиссии Пермского края, Людмила Азнабишина, политический консультант. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо вам за вашу силу воли, за вашу отзывчивость, потому что я понимаю, что после той работы, что вы провели за последние несколько суток, но, опять же, спасибо, что пришли, кратко если. Антон, предлагаю с вас начать. Как все прошло? Ну, на самом деле, выборы в Пермском крае прошли в штатном режиме, спокойно. Ни одна из участковых комиссий, которые были задействованы в процессе, не прерывала сам процесс голосования, подсчет голосов. То есть все отработали. Все прошло без каких-либо эксцессов или чрезвычайных ситуаций. И, собственно, как уже отмечалось в сюжете, который вот сейчас мы посмотрели, действительно, количество тех нарушений, которые было зафиксировано, но минимальное. По всем нарушениям, в том числе, которые не только приходили нам официально, мы отслеживали их также и в интернете, мы своевременно реагировали. Вот, например, по ситуации в Чусовом, которая прозвучала там про подкупы, подвозы. Вообще, да, ну, я лично просто видел, собственно, что видел, о том и спрашиваю. Там в Телеграме, по-моему, о Силове еще была речь, да? Но про Чусовой. Да, по Чусовому мы эту информацию еще получили в первой половине дня. Соответственно, мы незамедлительно вместе с коллегами из правоохранительных органов предприняли необходимое действие. Гражданин, который занимался вот этим вот противоправными действиями, был задержан. Были также взяты свидетели, которых, собственно говоря, и вводили на избирательный участок. Было заседание мирового суда, и было принято решение о применении мер административной ответственности, собственно говоря, в виде штрафа за нарушение, здесь в данном случае, законодательства о выборах. То есть за подкуп избирателей. Это, наверное, один, кстати, из первых случаев вообще в Пермском крае, потому что необходимо было проделать целый комплекс мер, достаточно серьезных мер в тесном взаимодействии. Ну, это получилось, и, на мой взгляд, это вот предостережение больше такого никому не делать. Людмила, ну, общались с вами часто. Ваше видение, как все прошло? Ну, на мой взгляд, из 341 мандата, который разыгрывался на этой выборной кампании, конкурентным кампаниям можно было отнести около 100. То есть вот 250-260 кругов – это фактически, ну, так скажем, имитация выборного процесса. То есть это выборы, ну, там, в одни ворота. Они не конкурентные, там есть явный фаворит, есть его технические кандидаты, один или два, значит, ну, либо там партии заявили своих кандидатов просто для проформы, для того, чтобы обозначить, что процесс выдвижения партии каким-то образом поддерживается. Вот как раз об этом и говорил Павел Владимирович Миков, когда избиратели не знают своих кандидатов. То есть основная борьба разворачивалась, в принципе, вот в 100 округах. Так как у нас выборы шли в 17 территориях, ну, то есть в целом-то в 20, но это были довыборы, это были выборы в поселениях, а в 17 проходили выборы в органы местного самоуправления, то есть целиком формировались думы либо городских округов, либо вземские собрания. Поэтому такие конкурентные округа в каждой территории – это 3, 4, 5, до 5 округов, где действительно разворачивалась борьба. И поэтому, значит, «Единая Россия» взяли 250 мандатов, да, и 100 фактически были распределены между самовыдвиженцами около 40, на втором месте среди партийных отделений у нас коммунисты, они взяли 19 мест, потом «Справедливоросса» и ЛДПР. То есть, конечно, нельзя говорить о том, что все территории края, вот эти все 17, там, бурлили, да, там шла компания. Нет, это были локальные компании, они касались не каких-то партийных противоречий, да, идеологического противостояния единороссов, там, коммунистов. Это были, конечно, внутри такие элитные истории между кланами, между отдельными лидерами общественного мнения внутри отдельных районов. Есть ли какие-то территории, где официальные результаты вызвали удивление, может быть, у членов избиркома и у политических консультантов? Мы уже вот обсудили в самом начале, наверное, одним из основных удивлений стало, конечно, что многие спикеры земских собраний предыдущих в новые городские думы не смогли избраться. Мы вот насчитали... А хотели? Хотели, баллотировались. И при этом по некоторым из округов, возможно, даже и мы не оценивали, и политконсультанты не оценивали, что это было конкурентно там весьма, да, какие-то были конкурентные, какие-то вот шансы были. Не избрались, это первое. Ну и второе, понятно, что в каких-то территориях, скажем так, прогнозировался результат между партиями в другой несколько, может быть, пропорции, чем получилось в итоге. Где-то в большую сторону, где-то в меньшую сторону. Вот все зависит, на самом деле, в данном случае, от избирателей. И наша здесь, как комиссии, задача – это именно посчитать голоса и волю избирателей. Людмила, ну, во-первых, ваше точка зрения, что-то удивило вас на этих руках? Да, действительно, вот у нас фактически пять спикеров не были избраны. Это такая особенность этой кампании, потому что спикеры – это, по идее, второе лицо в районе. То есть есть глава района, есть представитель, ну, там, незаконодательной представительной тавтологии, а представительной власти. То есть это фактически, ну, там, лидер общественного мнения, значит, который обладает, ну, пожалуй, там, не меньшим авторитетом и не меньшим, там, ресурсом. И, конечно, это удивительно, когда спикеры не избираются, а для чернушки, ну, это такой даже факт. Из ряда вон выходящий, когда спикер просто сам, там, сколько оставалось минимальное количество дней до кампании, за неделю, да, в последний день, когда можно снять кандидатуру, представитель Единой России, он просто-напросто для того, чтобы сорвать выборы, он снял свою кандидатуру. То есть там будет, в этом округе будут проведены дополнительные выборы. То есть это, конечно, такой факт интересный. Ну, вы сказали о том, что, конечно, определяет все избиратель, я здесь, пожалуй, не соглашусь. Небольшие кампании, это все-таки не только, значит, работа, там, не только там волеизъявления, но и работа непосредственно, там, кандидатов, их штабов по мобилизации избирателей. Ведь у нас все нарушения, которые были вами перечислены, подкуп и подвоз, ну, тоже, значит, в сюжете были. Ну, максимум, Рустам Фаридович Багизов перечисленал, никак не я. Но я думаю, что ему можно верить. Это все такие технологии по мобилизации электората, конечно, специфического электората, кто может свой голос так или иначе в кратчайшие сроки каким-то образом монетизировать. Но вот это показатель, опять же, результат на отдельных округах, это показатель качества работы штабов, команды кандидатов, насколько они не только сумели убедить и рассказать о себе, но и прежде всего привести избирателей на участки. Понятно, что те, кто идет против административного ресурса партии и власти, они должны быть готовы к тому, что будут сталкиваться с мобилизацией работников бюджетной сферы, градообразующих предприятий, пенсионеров и, соответственно, рассчитывать свои силы. — Коллеги, явка 28,59. Много это? Мало? Понятно, что это среднее. Какие максимальные значения были отмечены и какие минимальные? То есть если я просто с точки зрения дилетанта, опять же, понимаю, что если явка минимальная, значит это либо народ избирателям, извините. — Конкуренции нет на этих выборах и, соответственно, нет интереса избирателей. — Какие-то цифры, может быть? — Ну вот давайте скажем так, смотря с чем сравнивать. Понятно, что когда мы сравниваем с компаниями федеральными и с компаниями региональными, кажется, что это немного. Хотя мы всегда говорим о том, что местное самоуправление — это тот элемент системы государственной, который ближе всего к населению, ближе всего к избирателю. И как раз-таки наоборот должна быть явка выше. Но почему-то, к сожалению, игнорируют. Тем не менее, с 2015 года тренд продолжается роста. Если в 2015 году у нас на муниципальных выборах была явка 23,74%, в прошлом году 26,28%, в этом уже 28,59%. То есть видна тенденция в среднем, где-то на муниципальных только компаниях по 2% прирост есть. И это говорит о том, с одной стороны, что и используются мобилизационные технологии, мы не все их приветствуем, честно скажу, как избирательная комиссия, и будем продолжать работать по предотвращению противоправных действий. Но и с другой стороны, значит, повышается интерес избирателей, и они понимают, что вопросы их будут решаться на месте. В том числе я это связываю и с объединительными процессами. Сейчас самое главное, это вот один уровень местного самоуправления остался. То есть их депутат в городской думе, в муниципальной думе и так далее. Нету местных депутатов. И поэтому люди понимают ответственность их и понимают свою ответственность, что они вот сейчас изберут, и с ним им в ближайшие 5 лет решать вопросы дорог, водопроводов и так далее. Ну и кроме того, у нас нет прямых выборов глав. То есть фактически выборы депутатов в городских округах и в будущих муниципальных округах, это, пожалуй, единственная возможность для избирателей, ну как-то достучаться до местной власти и сказать, что надо заниматься проблемами не только там, когда приезжает губернатор и пишет в своем инстаграме, и когда выборы у нас наступают, значит, за месяц асфальтировать дороги, благоустраивать дворы, ну и все это время. Ну и в качестве вишенки на торте-то под занавес нашей беседы, вы, может быть, приведете цифры? Минимальная явка и максимальная? Минимальная явка, ну традиционно на довыборах. На довыборах всегда явка меньше, потому что это один округ в одном каком-то муниципалитете. Вот на довыборах в Соликамскую городскую думу была явка 16-93%. Если же брать из основных выборов, то минимальная явка в Добрянском городском округе 20,93%. Максимальная явка в Большесосновском районе на поселенческом уровне, на выборы в поселениях 41,67%. Из основных выборов это Куида, территория сельская тоже, в основном сельские территории всегда показывают большую активность избирателей, это 40,5% избирателей проголосовало. То есть в целом, вот разница очевидна, но я должен отметить, что на этих выборах, вот раньше, помните, был порог явки 25%, практически все территории перешагнули 25% барьер. Практически все, за редким исключением по основным выборам. По-моему, вот только две территории, разве что, вот не перешагнули этот барьер. Так что это вот тоже говорит о повышающемся интересе. Это хорошо. Спасибо вам большое. Еще раз, прям отдельно специально благодарю, что на излете вот этого избирательного марафона, да, смогли к нам прийти. Людмила Азнобишина в нашей студии, политический консультант и Антон Маклаев, член избирательной комиссии Пермского края. Азнобишина в нашей студии, политический консультант и Антон Маклаев. Спасибо. Спасибо. Спасибо.